ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ По словам директора 10-й школы Веры Калмыковой, количество участников не главный показатель. Куда важнее качество написанных работ. Мы не гонимся за рекордами, мы гонимся за грамотностью и за тем, чтобы молодые люди понимали, что писать грамотно – это очень современно. На некоторых бейджах под именами можно было заметить надпись «Диктатор». Так организаторы в шутку назвали тех, кто начитывал участникам текст. Самый юный диктатор Екатерина Листопад перед прочтением заметно волнуется. Но понимает важность возложенной на нее миссии. Я считаю, что это очень полезно, потому что это позволяет детям узнать, насколько они грамотны и проверить свои знания. Репрессий от диктаторов за использование шпаргалок не было, да и желающих списать тоже не нашлось. Все участники прекрасно понимали, что они проверяют собственные знания, а не скорость мобильного интернета. Виктория Сегидина свою дальнейшую жизнь собирается связать с лингвистикой. Написать диктант она пришла не только из-за интереса к своей будущей профессии, но и чтобы проверить одну весьма философскую мысль. Грамотность это основа жизни, а без грамотности человек некрасив в принципе. Не обязательно быть красивым внешне. Мне кажется, если ты красив словесно, то тебя общество уже будет любить. Тотальный диктант писали не только школьники. Учитель русского языка и литературы Видновской школы номер 2 Зарима Алиева проверила себя. Интересно поучаствовать, интересно посмотреть, как все это происходит. Я работаю в школе и сегодня пришли мои дети. Хочу вместе с ними побывать здесь, посмотреть, как они, и поддержать их, и проверить заодно свои силы. Автором тотального диктанта в этом году стал Павел Басинский. В тексте писателя рассказывалось о мхатовской постановке пьесы Максима Горького «На дне», а сама работа называлась «Ловец душ». С результатами испытания своей грамотности можно ознакомиться на сайте тотального диктанта. Там же пройдет разбор ошибок, которых, надеемся, у участников акции в Видновской школе номер 10, будет крайне мало.